Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые прекрасные зрители. Я продолжаю обзор плашиного рынка на Тишинке. И это видео будет специально для вас, дорогие женщины, любительницы винтажных украшений и бижутерии. И нам их покажет и расскажет о них Ирина. А увидев ее, я думаю, ни у кого не останется сомнений, что она знает об украшениях все. Ну, или почти все. Вот, смотрите, аутфит Ирины. Ну, просто красавица. Ой, какое украшение. Боже, а что же это украшение? Лоран Сворба. А? Лоран Сворба. Это же Америка. Конечно. И где-то 50-е. Нет, немножко попозже. Он же 60-е. Он достаточно долго ведь работает. Посмотрите, вот, кстати, какое ожерелье. Вот девочки делают сами. Надо учиться ходить по выставкам, смотреть и на основе этого насмотренности что-то делать. Казалось бы, ничего такого сложного, но просто что-то такое эффектное. Но вы, правда, одеты уже к нему соответствующие. Ну, вы и выглядите прической все. Ой, 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 ой. Спасибо вам большое. У меня все в китайском стиле. А, понятно. Помимо всего, у меня брат работает в технике чеканки ковки. Тоже можно обратиться даже. А где ваши эти данные? Пожалуйста, в Инстаграм. Можно зайти. Мельник. Кстати, в прошлом году я познакомилась с работами Ларри Верба на международной выставке бижутерия. От винтажа до наших дней. Проходивших здесь же на Тишинке. Вот эти оригинальные украшения и сделал Ларри. Ну, он предпочитает создавать крупные украшения. Как раз то, что я очень люблю. Само видео, фрагмент из которого вы видите, можно увидеть по ссылке, которую я дам в инфобоксе. Лоуренс или Ларри Верба является одним из самых почитаемых и знаменитых современных дизайнеров бижутерии. В прошлом господин Верба работал в таких известных компаниях, как Мириам Хаскел и Каслеклиф. Причем именно его работы особенно ценятся коллекционерами этих марок. В настоящее время Лоуренс Верба выпускает свою линию украшений, создавая их собственноручно в своей студии на Манхэттене. Созданы вручную, крупные, эффектные эти украшения, настоящие шедевры. Ларри любит ходить в музей естественной истории, экспонаты которого вдохновили его на создание украшений с этническими мотивами. Он разработал несколько очень удачных линий, в том числе так называемый доколумбовый образ. И самая удачная его линия украшений периода 70-80-х годов египетская, которую вы сейчас видите. А вот у нашей Ирочки как раз линия с китайскими мотивами восточными. Конечно, это достаточно дорого. 40 тысяч, наверное. Ну, побольше, конечно. Больше даже. Красота. Оно, с одной стороны, простое, с другой стороны, лаконичное, стильное. В общем, нравится мне очень. А мне все нравится. Оно и в теме. Вообще классно. И здесь все. Вообще классно, фирами. Тем, что они дизайнеры великолепные. Конечно. А вот это вот чего? Это Северо, американская компания. Они делали принцессы. Видите, принцессы разные. Вот они бывают черненькие принцессы, бывают светленькие принцессы. Это же просто металл, да? И сколько это стоит? Это да, металлесклав. Это, ну, от 12. Есть, например, с фараонами. Очень редкая коллекция. Слушайте, вообще, ну это кость, да? Или что это? Нет, это люксист. Ой, ну, лице тоже сейчас знаменит. Да, конечно. Раньше это было новшество и новинки. А это нам с вами сейчас всякие бахнули. А это вот принцессы так смотрятся. А вот это у меня есть пираты, которых ни у кого нет. Ни у кого, ни у кого. Даже в Москве нет. Да вы что? Смотрите. Пираты сделаны удивительные. Смотрите, глаз панели заколочены. Какие головные уборы у каждого разные. Брови нахмурены, усы опущены. А здесь, смотрите, какая интересная. Башка украшена сеном, а внутрь косточка продернута. Видите, какая вы? И губы такие. А это что пираты? Это чьи-то? Это уже все американцы? Сэл-ро. Почему такое название удивительное? Вообще, это удивительное тем, что этот мальчик родился у нас в Одессе. И поэтому, мне кажется, только выдумывать всякие такие фигуративные штуки могут русские. А мама его... А мы все сказочники. Да, мама примерно в 17 лет его увезла в Америку в дядьке. И там он и длинную войну пережил, и все такое, и на американской стороне повоевал. И стал, вместо Павла, стал Полом. А помимо всего, откуда название коллекции и его бренда? У него маму звали Роза, и он решил его рукавичить. Фамилия Сейлинджера. То есть получается, часть фамилии Сел и мама Роза. Ро. Сел-ро. Вот такие вот штуки получились. Представляете? Как интересно. Ну, там все, кто добивается, то считаю русские от нас, но не русские, а из Советского Союза. Это очень редкая серия самураи называется. Вообще, это как маски театра Хоу. Вот, они все маска радости. И он тоже делает вот такие вот штуки. Есть такой подвес даже. Это все его, да? Да, это все его подписное, видите? Ой. Ой. Очень редкая вещь. Вот это вот если купишь, то да. Да, вложение денег не обесценивается. Вложение денег не обесценивается точно. Шкатулки у меня обалденные скамьями есть. Как как в Америке, да? Шкатулка для рукодельницы. Это вот редко очень скамьями. Обычные спирломокрыми. Как вот это. Вот, это для рукодельницы тоже интересная. Здесь она Шенуазри, английская шкатулка по китайски стилю. Ой-ой-ой, какая прелесть. Да, да, да. Это все для того, чтобы как бы творить девочке вот так вот. Вот такая она. Можно достать. Здесь ниточки наматывать. Кто-то этим пользовался. Наши позолота и роспись была по всей шкатулке. Но я вычитала, что в начале 20 века обладатели целей шкатулок стали счищать золотой слой, собирать и сдавать его. И только осталось по краям. Сдавать? Сдавать как за золото, да. Я вычитала об этом. Видите, вот здесь еще есть, а здесь уже нет. Вот здесь прямо до рисунка. Ну, это явно, да. До рисунка все убрано. Прямо аккуратно-аккуратно. Да, вот такая вот история. Ну, хорошо. Это хотя бы Чехия? Это нет. Это западная Германия. О, и даже не Австрия, западная Германия. Да, это моя любимая компания, с чего у меня вообще все началось. Я увидела, как она на винтажной выставке, а в кулон западной Германии выхватанула, и с этого я начала собирать винтажные произведения. А, очень красиво. А это? Это Америка. Это опять западная Германия. И был еще один комплект, и у нас его забрали. Многослойные. Ничего не угодно. Многослойные филигрань, позолота, эмалечки такие. В общем, закрепки отличные. Отличается, если начинать сравнивать, сильно отличается. Вот у меня, например, здесь брошки более мелковые. Вот это в Чехии, ее сразу видно. Ну, как бы вот видно, да? То есть у них и закрепки другие. И, в общем... То есть мы проще не можем. Вот, правильно. Ну, хорошо. А вот это вот. Вот это? Да. Это Америка. У меня... Потому что очень красиво. Очень красиво. Полный комплект. Есть еще две клипсы. Называю так, стиль ордена. Тоже для себя покупала. А это тоже старая Америка. Здесь в 50-е годы очень модная была тема Китая. И вот здесь прослеживаются птицы волшебные. Вот эти вот все интересные. Вот завитки внутри. Вот эта разработка тоже интересная. Она, кстати, в принципе, на выставке она у многих присутствует. И тоже, в принципе, тема ордена. И шарф там. И кулон, и брошь. И кулон, и брошь, да. Вот. Такие дела. Так вот здесь вопрос еще. Хорошо. А вот эта вот? Вот эта? Да. Это интересная брошь. Она как бы... Как считается, что сердолики... Сердолики Агаты. Вот. Цитрины. Ну, это чья? Считается она такая... Как в стиле Голландии. Что она такая... Как бы такая... Суровая более чем Америка Кричащая. Это более такая достойная. Такая вот прямо... Как сказать... Позиционная. Можно было килд заколоть. То есть, вот... Как бы более такая... И чья она? То, чья она? Как называется? Мирфорд или как-то... Это, да, можно... Ну, Америка. Расскажи, пожалуйста. Вот брошь в таком стиле... Аничьи, когда много еще плавней. Шотландия. Шотландия. Да, Шотландия. Да, Шотландия. Они более такие, как бы сказать... Замковые. Я бы так характеризовала. Более такие... А вы говорите, более простые. Ну, то есть... Недорогая. Да. Что такое сейчас 5000? 5 тысяч. Ладно в магазин сходить по-лёбку. Да. Спасибо. Да. Здесь у лошадки нет лапок. Хальсич. Гаши, три вашечка. Сколько она стоит? Семерочка. А? Семерочка. Светильник у меня есть. Спасибо. Капай Ди Монте. Это старая Италия. Фарфоровый завод шикарный. Лепка ручная. Ручная роспись. Вот такая вот. Тоже можно приобрести. Совершенно по спокойной цене. Есть у меня Флорензе. Ни у кого такого нет. Очень резкая. Вот это целиком комплектик. Не было? Здесь у меня обалдеть. Можно снять. Очень красиво. Сервис с гейшей. Класс, да? Да. Выпиваем. А последняя капелька. И сколько? И сколько так уже? Есть сервис 15 тысяч рублей. То есть у нас подпирожное. Ну это недорого. И плюс еще постоянно чай будет горячий. Потому что там свечку подставить можно. О, точно. У вас же на этой, на нижней. Да, правильно. Да, да, да. Ну это как положено. Прямо, да, как положено. Спасибо, я сама. Чайные парки, свечейные, можно сказать. Полностью китайский вот наборчик 50-х годов. Спасибо. А вот это вот чье? Вот это Япония. Здесь все Япония. И здесь вот такой маленький, как сказать, с тарелочкой. Пара такая. Можно наслаждаться утром в кухе. И сколько стоит? Тысячу рублей. Вот полторы. Тысяча у меня вот этот. Это 80-е годы, а это 70-е. А чуть-чуть постарше во время 1300. Вот очень тонкий, очень-очень вместительный, с павлинами. Вот, пожалуйста, тысячу рублей вместе с тарелочкой. Вот такая пара. А вот эти вот грибочки. Это кондакова. Это зиговская, да, полностью в хорошем состоянии. Зиговская сколько она? 12. Редкая, в прекрасном состоянии. Нигде ни сколов, ничего. Причем хорошие маслятки. Вот такая рамочка в серебре Италия. Можно на подарочек. Проба тоже имеется. Всякие вот, например, для охотников, мужчин. Там всякие вот такие штучки, вот последние тоже остались. Тарелочки. Есть даже броши с вывышивкой. Вот такие вот. Ее можно носить, например, здесь колье-колье и подколоть. Будет очень изысканно. И сколько такая? 9. Общиная вышивка гладью. Долгими зимними вечерами. Да, ну это да. Гладью. Вот, собака такая. Ой, подождите, а вот эта прелесть зелененькая. Это прелесть тоже. Селеров фигуративная. У нас Будды. Ой, ой, ой. Да. Кстати, они мне сюда очень как-то нормально. Да. И кольцу. А я, кстати, у вас кольцу как интересно сделала. Идет не так, как мы привыкли, а именно. Разумеется. Спасибо. А сумочка чья у вас? Сумочка купила здесь на выставке. Специально кимоно. Какая-то американо, чеканно. Не знаю. По-моему, она у меня маркированная даже. Не помню там. В общем, классная. Обожаю ее просто. А кимоно? Кимоно тоже здесь на выставке купила. Хаури, вернее. Хаури. Очень хорошо. Так. Берюза натуральная у меня из казахстанская. Вообще, береза у меня несколько видов. В том числе казахстанская береза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok